На этом уроке мы рассмотрим дебют слона. Белые начинают e2, e4, черные e7, e5. Белый слон f1 идет на поле c4. Это начало редко встречается в современной практике. Из крупных шахматистов его в середине 90-х годов применял англичанин Шорт. Черные отвечают конь g8 на поле f6. Это наиболее активный ответ. Встречаются также ответы слон идет на поле c5 и конь идет на поле c6. Третий ход. Белая пешка d2 на d4. Если же белые играют не d2, d4, а делают ход конем g1 на поле f3, а черные отвечают ходом коня b8 на поле c6, то возникает защита двух коней. А если белые делают ход конем b1 на поле c3, на доске возникает венская партия. Итак, мы рассматриваем такой третий ход белых. Пешка d2 идет на поле d4. Черная пешка e5 бьет пешку на d4. Белый конь g1 идет на поле f3. Возникает гамбит Урусова, названный в честь известного русского шахматиста XIX века Сергея Урусова. Если белые играют не конем g1 на поле f3, а двигают вперед пешку e4 на поле e5, то перед черными не будет проблем, если они ответят ходом пешкой d7 на d5. Белый слон c4 идет на поле b5 и объявляет шах черному королю. Черный слон c8 идет на поле d7. И у белых ситуация не лучше. Поэтому предпочтительнее четвертый ход белых, конь g1 на поле f3. Лучший ответ за черных в этом случае – пешка d7 на поле d5. Белые играют. Пешка e4 бьет пешку d5. Черный слон с поля f8 идет на поле b4 и объявляет шах белому королю. Белые защищаются. Пешка c2 сделала ход на поле c3. У черных есть очень интересное продолжение. Перст d8 идет на поле e7 и объявляет шах белому королю. Далее возможно. Король белых уходит на поле f1. Черная пешка d4 бьет пешку на поле c3. Белый конь бьет пешку на c3. Черные делают короткую рокировку. Белый слон c1 идет на g5, связывая коня черных. Черная пешка h7 на поле h6, атакуя слона. Слон уходит на поле h4. Черный слон c8 идет на поле f5. Белый ферзь d1 идет на поле d4. Черный конь b8 на d7. И на доске примерное равновесие. В качестве примера дебюта слона приведем партию Харстон-Вестеринен, сыгранную в Аликанте в 1973 году. Белый, Харстон. Пешка e2 на e4. Черная пешка e7 на e5. Белый слон f1 на c4. Дебют слона. Черный конь g8 на поле f6. Белая пешка d2 на d3. Черный слон f8 идет на e7. Эстонский гроссмейстер Пауль Керрис считал, что делая ход не слоном, а пешкой c7 на c6 и затем пешкой d7 на d5 можно добиться равенства. Но в данной партии было сыграно именно слоном f8 на поле e7. Белые делают следующий ход конем b1 на поле c3. Пока преждевременно играть с пешкой f2 на поле f4, так как может последовать контрудар d7, d5. Итак, четвертый ход белых конь b1 на поле c3. Черные делают короткую рокировку. Теперь пешка f2 идет на f4. Черная пешка e5 бьет пешку f4. Белый слон c1 бьет пешку f4. Черная пешка c7 на c6. Белая пешка e4 на e5, атакуя коня черных. Черные играют. Пешка d7 на d5. Это обострение игры на руку сопернику. Белая пешка e5 бьет коня на поле f6. Черный слон e7 идет на поле b4, связывая коня белых. Белый слон с поля e4 уходит на поле b3. Черная пешка d5 идет на поле d4, атакуя коня. Белый конь g1 идет на поле e2. Черная пешка d4 бьет коня на поле c3. Белые сделали короткую рокировку. Черная пешка c3 бьет пешку на b2. Белая пешка f6 бьет пешку на g7. Черный ферзь d8 идет на поле b6 и объявляет шах белому королю. Король уходит на поле h1. Черная ладья f8 идет на поле e8. Белый слон с поля b3 бьет пешку на поле f7. Белый слон с поля f4 отходит на поле e3. При этом ладья f1 объявляет шах белому королю. Открытый шах. Черный король вынужден вернуться на поле g8. Белый слон бьет ферзя на поле b6. Черный слон c8 делает ход на поле g4, связывая коня. Белая пешка c2 идет на поле c3, атакуя слона. Это приводит к выигрышу. Белый ферзь подключается к атаке по диагонали a2 g8. Черная пешка b2 бьет ладью a1 и черные ставят ферзя. Белый ферзь d1 бьет черного ферзя на поле a1. Черный слон бьет коня на поле e2. Белый ферзь a1 идет на поле b2. Возникает двойной удар. Белый минимальными средствами организует решающее наступление. Черный слон e2 бьет ладью f1. Белый ферзь с поля b2 идет на поле b3 и объявляет шах. Черный король бьет пешку на g7. Белый слон b6 идет на поле d4 и снова шах к черному королю. Король с поля g7 уходит на поле g6. Белый ферзь с поля b3 бьет слона на b4. Черная пешка c6 идет на поле c5. Черные пытаются ввести в игру фигуры ферзевого фланга, но не успевают. Белый ферзь b4 бьет пешку c5. Черный конь b8 идет на c6. Белый ферзь c5 идет на поле d6. Шах. Король уходит на поле h5. Белый слон d4 идет на поле g7. Отличный ход. Черный слон с поля f1 бьет пешку d3. Белая пешка h2 идет на поле h3. Черный слон d3 идет на поле g6. Белый ферзь с поля d6 идет на поле f4. И черные сдались.